Всем привет дорогие друзья, зрители и подписчики канала, играет и комментирует для вас Слуцкий Александр. Мы наконец-то продолжаем проходить карьеру пилота в Формуле 1 2016, в игре F1 2016 конечно. И в начале серии у меня для вас есть некоторые новости. Во-первых, хочу рассказать вам о новом графике выхода серий по F1. Недавно состоялся гран-при Малайзии, как раз таки, ну в реальной F1. Его мы пропустили с вами, и вот сейчас будем догонять. Как раз таки сегодня, в среду, да, выходит серия, где мы покажем себя в этом гран-при. Потом, как будет продолжаться прохождение, и сколько серий ждать на неделе, и вообще, и когда они будут. Вот давайте договоримся так. Времени сейчас у меня на Формуле 1 не так много, но я, конечно, хочу завершить, по крайней мере, первый сезон. Так вот, первый сезон будет точно завершен, дальше посмотрим уже. И мы будем, я буду выпускать серии именно в те выходные, то есть в ту субботу, когда будет этот гран-при проходить в реальной F1. То есть, допустим, следующий после Малайзии гран-при Японии, если я не ошибаюсь, он будет уже на этих выходных, этот гран-при. И то есть в эту субботу, получается, и выйдет у нас тоже на канале гран-при Японии. И так дальше пойдем до конца сезона. В таком формате, в таком количестве F1 я смогу выпускать, и надеюсь, что вас не затруднит столько ждать. Ждать придется довольно-таки долго, там бывают паузы в 2 или в 3 даже недели между гонками в реальной F1. Такие же паузы будут и у нас. Так что ждите, ребят, серии по субботам в тот уикенд, когда в реальной F1 этот гран-при проходит. Вот, теперь я надеюсь, все меня услышали, и вопросов, где F1, под сериями в группе ВКонтакте, в личных сообщениях станет меньше. Я очень надеюсь, если кто-то спрашивает, и вы видите это, то отвечайте ему вот моими этими словами, которые я только что произнес, когда F1. Пожалуйста, ребят, пожалуйста. Ну реально, это будет огромная помощь для меня. Но мы возвращаемся все-таки в карьере. Итак, третье место в общем зачете. Отрыв 61 очко Феттеля от нас. Я давно не играл, поэтому буду сейчас, скорее всего, фейлить. Ну и плюс трасса в Малайзии, надо ее еще вспомнить. Давайте продолжать карьеру. Что касается исследований, насколько я помню, я копил на вес шасси, да? На носовой обтекатель. Ну, то есть, надо еще покопить. 900 ресурсов необходимо. Нам осталось всего лишь 124. Возможно, за следующую практику мы уже сможем добрать эти самые ресурсы. Соперничество у нас с Ника Росбергом 16.3. Мы впереди. Ну что, первые свободные заезды. Поехали. Ну и встречает нас в Малайзии. Тропический ливень, да? Не очень меня это радует, но да ладно. Сразу же хочу посмотреть погоду. Возможно, во второй практике не будет дождя. К концу, да, не будет. А в третьей снова он будет. Реально. А гонка будет по суху. А квалификация? Квалификация. Второй сегмент будет под дождем. Все остальные, опять-таки, по суху. Ну что, нам придется... Нам придется по мокрой трассе выполнять все эти задания. Своение трассы, да? Поехали на дождевой. У нас выбора просто нет. Просто нет выбора. Вот так вот. Сразу же в дождь. После такой длинной паузы в F1. Я же сейчас уличу куда-нибудь. Реально. На стройке болида я поставлю, естественно, максимальную прижимную силу. Под дождь. Потом, естественно, не забыть. Нужно поменять обратно к квалификации и гонке. Ааа. Ну давайте, что ли, осваивать трассу. Выехать. Я надеюсь, у меня дождевые шины-то стоят. Иначе это будет печально все. Не, нормально все, да. Дождевые. Кстати, интересно. Я, наверное, первый, да, такой рисковый парень. Выехал на трассу. В дождь, в ливень. Больше никто не решился. Ой, ребят, я даже не знаю. Давайте обращать внимание на трассу. Сосредоточимся на ней. Но я еще снова буду привыкать к управлению, разумеется. Потому что я от него отвык. И снова мне нужно будет почувствовать болид. Да, сразу видите, как я меня. Уносит просто куда-то вправо. Здесь вообще болид несет. Да, друзья мои. Гонка помещает быть сложной. Но, на самом деле, по суху будет потом комфортно после всех этих перипетий с дождем. Нужно ехать по траектории сухой, естественно, чтобы меня никуда не выносило. Как мы здесь будем проходить испытания экономии резины, я вообще не представляю. Возможно, стоит его оставить на вторую практику, где будет сухой участок, скажем так, да, временной промежуток, где дождя не будет. Но тогда нужно будет прям сходу все это дело показывать, все это дело выполнять. То есть будет, по сути, одна попытка. Даже не знаю. Ну, вы видите, в каком темпе я преодолеваю все эти повороты. Но трасса мне, в принципе, знакомая. Раньше, насколько я помню, Гран-при Малайзии стоял намного раньше в календаре. Формулы-1. И то ли третья, то ли четвертая это была гонка. Могу ошибаться, ребят, поправьте, если это не так. И очень часто все-таки, ну, до нее я доходил. Играя в F1 2010, в F1 2011 и так далее. Поэтому трасса, ну, это не такая трасса, не из тех, которые я там вообще не знаю. То есть мне нужно ее просто вспомнить. Ну, естественно, со всеми ее изменениями, что касается новой игры, да. Но в целом, видите, прошел довольно-таки успешно, даже по такой мокрой погоде. Помню, сейчас будет резкий поворот. Он же последний поворот. Поэтому заранее оттормаживаемся. Оттормаживаемся. И неплохо, кстати, зашли. Я не знаю, как там будет в гонке потом. Насколько мой темп будет медленнее. Ну что ж, главное сейчас заходить в ворота, которые предоставит мне игра. Так, оттормаживаемся, оттормаживаемся. Отлично. Слишком медленно тоже нельзя проходить. Хоть и дождь, но все равно игра мне может не засчитать. Вот видите, уже начинается. Уже зеленым помечены некоторые ворота. Некоторые повороты, я бы даже сказал. Хотя я практически, ну, на максимально возможной скорости их прошел. Уже попривык, ребят, к болиду. Хотя, вот только сказал и сразу чуть не пролетел. Нет, надо быть все-таки пока максимально внимательным на трассе. На трассе, которая, да, мне знакома. И видите, более-менее, более-менее получается держаться на траектории. Более или менее. Но любая ошибка, любая помарка. Чуть-чуть стик не туда выверну и все. До свидания. Напоминаю, что играю я на геймпаде, не на руле. Многих бесит эта камера, то, что я играю именно так. Но как мне удобно, ребят, так я играю. Ох, здесь ошибся, конечно, да. На мокрую траву заехал. Да, и все, не засчитывается мне тут много поворотов. Не много поворотов, а много ворот этих самых. Но, надеюсь, требуемый счет я все-таки достигну. Так, отлично. Еще одни ворота пропустил, да, е-мое. Нет, чуть разогнался и все. Начались ошибки. Время круга не засчитано, покинул трассу. Ну и все, да, я не выполню. Ну что ж, поедем тогда второй круг. Это дождь, ребят, это все из-за дождя. Болид носит туда-сюда. Со второй попытки я все-таки справился с поставленной задачей. Даже уже немного перевыполнен. 315 очков у меня, как видите. Но не просто, конечно, в дождь. Верляин, кстати, еще один. Такой же рисковый гонщик, как и я. Решил попробовать свои силы. В адскую погоду для гонок Формулы-1. Итак, 345 очков. На фиолетовый уровень, наверное, не хватит. Да, там 390. Экономия топлива. Выполнена задача, интересно. Даже не думал, что получится выполнить ее. Вообще, как я сумел сэкономить топлива здесь? Хотя я за ним не следил, да? Странно, странно. Ну ладно, можно возвращаться в гараж и приступать к следующему заданию. На эту практику. Ну, следующее задание у нас касается контроля резины. И тут уже, мне кажется, посложнее будет. В плане того, что в дождь я никогда не выполнял эту задачу. А вот по поводу квалификационного темпа и того. Сложнее будет. Я думаю, на квалификационный темп я поставлю настройки, которые будут у меня для гонки. То есть по умолчанию, которые я люблю в принципе и которые меня устраивают. Потому что гонка будет по суху. И настройки, естественно, в квалификации будут именно для сухой погоды. Несмотря на то, что один из сегментов будет в дождь. Ну ладно, контроль резины. Дождевые, 7 кругов. Да, поехали. Ну что ж, друзья. Справился я с программой экономии резины. 60 очков нужных набрал. На фиолетовый уровень нужно набрать 80 очков. Это уже для меня нереально. Потому что остался один круг. Максимально за круг можно набрать 15 очков. То есть максимальная у нас сумма, возможно, сейчас 75. До 85 очков все равно в любом случае не хватит. Но я старался, как мог. На самом деле, чем легче проходить эту программу в дождь. Именно тем, что здесь траектория, сухая траектория. Ее можно увидеть на любом участке трассы, даже на прямых. И если находиться в ней, то, естественно, экономить износ, да. Меньше износить свои шины легче. Можно, конечно, в настройках включить, чтобы траектория тебе показывалась всегда. То есть не только на поворотах. Вот эта вот линия, которая меняет свой цвет от зеленой до желтой и красной. Ну, траектория, собственно, на поворотах, да. О чем я сейчас вам и толкую. Можно ее включить, чтобы она была и на прямых. Но, на самом деле, это уже совсем читерство будет. Поэтому я ее включать не буду. И тогда элементарно проходится эта тренировочная программа. А сейчас мы закончим последний круг. И после этого надо будет заехать в боксы и посмотреть, как здесь с этим все дела обстоят. Тоже немножко потренировать заезд на пит-лейн. Ну, а потом уже будем показывать квалификационный темп. Настройки поставим именно по умолчанию. И в дождь попытаемся что-то показать. Потому что именно в таких условиях нам придется во втором сегменте выступать здесь, в Малайзии. Ну, вот такой здесь заезд на пит-лейн. Знаете ли, я первый раз его пропустил, честно вам признаюсь. И воспользовался флешбеком, чтобы вернуться. Если посмотреть на время, то мы показали второй, да, результат, по-моему. Среди всех, да, только Райканину проиграли. Даже в такую погоду, нелюбимую мною. Даже с такими настройками. Не знаю, хватит ли мне времени показать квалификационный темп именно в этой тренировке. Надеюсь, что хватит. Также, конечно, надо бы потренироваться до посуху. Чтобы быть во всеоружии перед гонкой и перед квалификацией. Так как там все будет именно посуху проходить. Но, на самом деле, не хочется мне тратить на это время. Итак, друзья, поставил я настройки по умолчанию. И сейчас попробую показать самый высокий темп, который только могу и выполнить последнюю нашу задачу. Для этих практик в Малайзии. После этого можно будет переходить к квалификации. Но сначала нужно еще выполнить. Росберг уже на первом месте, а у нас уже третье время. Уже и Райканину уступаем. Точнее, Райканину мы и уступали. Еще и Росбергу уступаем теперь. А именно у нас с ним соперничество, я напомню. Ну что ж, друзья. Было тяжко входить во все эти повороты с новыми настройками. Но я справился вроде как на зеленый. Нет, даже на фиолетовый уровень. И все эти мини-задачи тоже выполнил. Вышел на второе место в этой практике. Позади только Феттеля. Феттель занял первое. И можно со спокойной душой возвращаться в гараж. Все, что было запланировано нашей командой, я, то есть первый пилот, выполнил. Видите? Все галочки. Тут фиолетовый уровень, безупречно. Тут выполнено и выполнено. Много ресурсов мы получим и как раз таки сможем, сможем дальше усовершенствовать болид. Итак, третье время. На пять десятых мы отстали от Феттеля и Рикьярда. Рикьярду, кстати, насколько я помню, выиграл, да, в реальности. Гран-при Малайзии. Там не обошлось, конечно, без проблем у Мерседеса. Росберга, по-моему, оштрафовали, да, сместили. То ли происпопитлейну дали. Я гонку не смотрел, только читал новости о ней. Ну и, конечно же, загорелся двигатель у Хэмилтона. Такие вот проблемы были у Мерседеса. Чем Рэдбулы воспользовались? Заняли первые два места. Рикьярду и Ферстаппе. Ну что ж, мы, наверное, переходим уже к самому интересному. Сначала квалификация, но потом уже и гоночка. Да, заработали 178 ресурсов. В сумме у нас 954. Этого будет достаточно для прокачки. Смотрим задачи на квалификацию. Восьмое место. Победить Росберга и победить Магнусона. Восьмое и победить Росберга. Это не соотносится друг с другом. Эти два. Эти две задачи. Так. Надо обязательно перейти в исследование. Итак, носовой обтекатель. Улучшенная технология носового обтекателя позволяет снизить вес без ущерба для прочности и устойчивости шасси. Окей. 900 ресурсов тратим. Далее каскады переднего антикрыла, прижимная сила. 875 ресурсов необходимо. У нас 54. Ну, теперь нужно показывать себя в квалификации гонки, чтобы побыстрее, побыстрее накопить. Потом лобовое сопротивление и так далее. Пойдем. До конца сезона, разумеется, мы не успеем прокачать полностью Болит Рено. Но, смотрите, мы уже по темпу на четвертом месте, да, среди всех команд. Поэтому, ну, мы должны бороться за самые высокие места. Мы этим в последних гонках и занимаемся. Ну что ж. Квалификация один. И она по сухой погоде, насколько я помню, будет. Поэтому нужно сейчас будет еще привыкнуть к новым реалиям. Да-да-да, так точно. Сухая погода. Так. Конфигурация. Я проверю просто. Проверю. Стоит софт у меня. Угу. По умолчанию предостановка. Тоже стоит. Софт, хард и медиум здесь. Окей, я понял. Надо будет на медиуме выезжать. А, второй секрет же будет в дождь. Ну, окей. Так, сведения. Время пока никто не показал. Ну что. Погоду я, пожалуй, еще раз посмотрю. Дождь только... А, смотри, изменили погоду. Насколько я помню, было ведь по-другому. И только теперь в третьем сегменте будет дождик. И то небольшой. Интересно. Интересно. Ну, ладно. Хорошо. Можно выезжать на трассу? Наверное. Да, да. Настройки больше изменить я не смогу. Фух, друзья. Как обычно, буду молчать, когда пойдет быстрый круг. А тучи уже на трассе потихонечку собираются. Как вы видите. И впереди меня болит. И, кстати, ДРС я не потренировал. Вот еще что плохо. Где зона ДРС, я не знаю. Реально по суку совсем все иначе. Ой, ребят. Сейчас мы, конечно, тут... Попадос у нас у меня будет. Мой Попадос. Ну, ничего. Поехали. Прям сходу. Вот так вот. Ну, а если кто еще не заметил, то я вам скажу. Дождь начинается, ребят, на трассе. И обязательно нужно сейчас показывать хорошее время. Ну, и явно не так надо ездить, конечно же. Не, ну, сходу, конечно, сразу вот так вот показывать время. Это я переоценил свои способности. Музыка. 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 Ну, на секунду и девять от Ботаса попробуем еще один круг показать получше. И уже не получается ничего. Флэшбеки я не использую в квалификации, насколько вы можете помнить и знать. Ну, я даже не знаю, пройдем мы во второй сегмент. Нет, с таким временем. Очень хотелось бы на это рассчитывать. Честно говоря, кажется, что не пройдем. Но Магнусона мы опередили на пять десятых. Понятное дело, Росберга в этой части квалификации мы не сможем опередить. Нет, должны, по идее. По идее, должны заходить. Ну-ка, смотрим. Стояние трассы. Двенадцатая, тринадцатая. Двенадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая, восемнадцатое место. Нет, друзья, надо улучшать. Надо улучшать. И вроде бы дождь, да, там пошел еще сильнее. А почему все улучшают тогда? На медиуме вообще. Да е-мое, как так-то? Не готов я был к такому. Не готов. Тут буквально маленькое улучшение. У меня вообще нет смысла. Давай на трассу. Игнорировать подходящий состав резины. Да какой? Какой вы мне посоветуете-то? Дождевой, да? Да, на 16 секунд, смотри. Время будет лучше. Но... Подожди, даже не знаю. Давай попробуем. Да я не смогу улучшить. По-любому уже. Вы же понимаете, что на... Медиуме я уже не смогу улучшить время, которое я показал на обычном софте. Поэтому... Ну что, будем пробиваться, значит? Да, провалили мы квалификации, друзья мои. Просто взяли и провалили. Но это все из-за того, что я давно не играл. Все из-за этого. Ну окей, ладно. Главное сейчас тактику правильную разработать. И главное не поломать болид. На первых кругах дистанции. И вот то, что я не потренировался посуху, это сказывается, конечно же. Это, конечно же, сказывается. Что там по времени? Да, мы с Магнусоном не заходим. Третий сегмент, к сожалению. Перематываем дальше. Ну, 17 же болидов вроде бы заходит в третий сегмент. Не 18, насколько я помню. Вроде бы 17, да. Как раз мы на черте вот этой вот. У границы между третьим и вторым сегментом остались. Ну да. Даже 16 болидов заходит. Как я вижу. Ну, руководство команды будет недовольно, конечно. Таким выступлением. Именно в квалификации. Но я надеюсь, что мы их порадуем в гонке. Хотя, с таким вождением моим сегодняшним, рассчитывать на много, наверное, не приходится. И вот, всего лишь, очень мало мы заработали ресурсов в квалификации. И Росберг сейчас меня будет громить. Хотя, первый сектор был за мной. 19, 9. Нет, не громит он меня нисколечко. Осталось, кстати, 10. Интересно, задачи изменятся из-за того, что я так низко квалифицировался? Мне кажется, что нет. 11 место. Хотя, да, чуть-чуть снизили. Росберг и Магнусен должны быть побеждены. До Росберга будет тяжело добраться. Но все реально. Все реально. Поэтому гонку можно начинать. Вот если бы не дождь, ребят. Ну, вы понимаете. Но плохому танцору, как известно, все мешает. Поэтому не надо пенять на дождь. Но раз мы стартуем 18-ю, то что уж тут куда деваться? Давайте смотреть погоду. На самом деле, ну, нет. Она будет не дождливой. Слава богу. А с двумя пидстопами можно поехать. Да, на 11-м, 22-м кругах. На харде. Потом резко перейти на софт. Можно с тремя пидстопами. То есть будет софт, софт, софт. Медиум вообще не будем использовать. Ну, я, наверное, выберу, конечно же, первый вариант. Ехать мы будем 28 кругов. Поэтому заправимся, наверное, как раз настолько. 28,2 где-нибудь. 45,5 килограмм. Окей, все. Меня все устраивает. Давайте начинать прогревочный круг. Главное было вовремя стартовать. Об этом тоже не стоит забывать. Кто-то на софте, кто-то на медиуме. Я вообще на харде. Ну и, само собой, мне будет тяжело. Учитывая, что я всего лишь на двух пидстопах. И, конечно, конечно, надо будет как-то экономить. Экономить резину. Смотрите, у меня почему-то топливо горит. Друзья, желтым. Это означает только одно. Мне его может не хватить до конца, да? Я слишком мало его заправил. Но вообще на 28,2 круга. А, на прогревочный-то я не рассчитал. На прогревочный-то я не рассчитал. Начать сессию заново. А можно? Иначе мне реально... Я не даю до финиша так. Что-то я переусердствовал. Да, стратегия на гонку. Давайте... 28,5 я ставил вроде бы, да? Всегда. И этого хватало. Давайте 46 килограмм заправим. Потому что что-то мне не нравится то, что желтым горит сразу же. А топливо у меня... Сейчас вроде не горит, да? Ошибку надо исправлять было. Иначе... Я переусердствовал просто. На самом деле... Это я все вспоминаю комментарии, которые... Меньше, меньше заправляй, меньше заправляй. Видите, что бывает, когда еще меньше заправляешь. На самом деле, может быть, я зря испугался этого индикатора желтого, да? На правой моей панельке. Может быть, и с ним можно было спокойно закончить гонку и не париться. И даже выиграть несколько секунд на этом. Но, ладно, я перестраховался. Итак, друзья, все готово к старту. Прогревочный круг завершен. Гаснут огни. Я немножко задержался сейчас. Затормозил. Ох, где моя реакция, которая была так важна сейчас? В итоге меня обходят... Все болиды меня обходят. Окей. Вот это начало. Вот это начало. Но мы сейчас будем всех подрезать. Вы же знаете. Выдло в гон и все дела. Мы сразу возвращаемся на 18 место. Мы возвращаемся на 18 место. Так, тут нужно аккуратно закрыть калиточку. Мне там в шину кто-то пихает. Ничего, баттона сейчас надо обходить. Баттон. Баттон. Опасная вне траектории. Ух. Я сейчас нарушаю все правила. Можно использовать первый флешбек. Ой, жесть, ребят. Мне кажется, мы не доедем сегодня никуда. Все, надо быть аккуратным. Хватит рисковать. У меня выносит с траектории. Это бесит. Реально бесит. Все. Из-за того, что не было тренировок по суху. Ох, как резкое торможение какое было сейчас. Чуть не втельмяшился в баттона. Ох, Дженсен, Дженсен, Дженсен. Да реально я не вхожу в повороты. Что за хрень? Не чувствую, не чувствую повороты. Все это может плохо кончиться для меня лично. Так, вот здесь вот чуть-чуть приблизились. Надо стараться уже обходить. Если мы хотим занимать высокие места. Надо стараться вот так вот лезть. Да, нагло. Я знаю, что так не делается в реальной формуле 1. Но я хочу быть как можно выше сегодня. И как видите, у меня не получилось даже так обогнать Эриксена и баттона. Но болит-то у нас лучше. Всегда очень легко их обходил. Что происходит сегодня. И снова я... О, боже мой. Ужасно. Все пока очень плохо. Вот это был красивый обгон. На прямой старта финиша. Нужно сейчас удержать позицию. Я думаю, что мы на этой прямой будем всех обходить. А все остальное время пока что изучать трассу на первых кругах. Потому что мне нужно привыкнуть к посуху, проходить все эти повороты. А смотрите, как Магнусен-то прорвался на 14 место. Вот это да. Это неожиданность для меня лично. Главное к этой прямой старта финиша быть близко. Тем, кто впереди. И тогда можно будет попытаться их обойти. Если завернуть аккуратно, только в 5-то не врезаться. Это пока еще не та прямая. Это мы перед... То есть самый прямой, где можно обходить будет... Так, чуть-чуть притормозим. Заранее. Так вот, по внешнему радиусу. Покажемся. В зеркалах. Можно к 5-то обходить, потому что на прямой у нас выше скорость. Вы видите. Как от стоячего. Уходим от 5-то. А вот с Магнусеном у нас одинаковая скорость с Магнусеном. Поэтому его так просто не взять. Он пресекует Хорианто. Он, кстати, на медиуме Магнусен. Если быть внимательным, можно это заметить. Как и Хорианто. Но нам это не мешает. Мы на харде сможем с ним побороться. Главное не вылететь с траектории. Прорыв продолжается. Все-таки я немножко привык. Немножко привык к трассе. Вот сейчас пришлось перетормозить. Иначе бы потеряли переднее антикрыло. А флешбеки я использовать больше в начале гонки не хочу. Иначе мы не доедем. Точно не финишируем. Кругов тут не так много как бы. Всего лишь 28. Они довольно такие длинные. Протяженная трасса. Надо быстрее, быстрее, быстрее обходить. Я хочу быть как можно выше. Плюс у нас, конечно же... Ох. Хорианто, а. Чуть не влетел в него. Плюс у нас всего 2 пидстопа. Может быть у кого-то будет 3. За счет этого еще отыграем. Очень хотелось бы на это рассчитывать. Но на самом деле такое ощущение, что все на тактике 2 пидстопов. Ну, большинство, по крайней мере, болидов в пелитоне. Да, с Магнусоном тяжело. Я еще и тут вне траектории, вне трассы вообще поехал. С Магнусоном тяжело. Хотя я сейчас смогу включить ДРС. Это мне поможет к нему приблизиться. Но главное... К прямой старта финиша. Быть рядом. Вот сейчас, да. Включаем ДРС. Далековато, Магнусон. Не смогли мы выйти быстро из этого поворота. Хотя... За счет воздушного мешка... Оттормаживаемся, оттормаживаемся. И... Проходим. Здорово. Вот зашли в поворот. Магнусона мы опережаем. Хотя он тут лезет, конечно, внутрь. Я использую последний флешбек. Значит, надо с ним погрубее. Я понял. Вы сами все видели. Он меня развернул. Ладно. Видели, как я сейчас с ним поступил, да? Просто вынес его. С траекторией. Я его не трогал, но вынес все равно. Вы поняли, о чем я говорю, я думаю. Харианто. Так, тоже погрубее с ним. Окей, все. Прошли Харианто. Даже не там, где положено. Скажем так. И вырываемся на 13 место. Сейчас посмотрим, что там дальше у нас. Дальше Верляйн. Не так далеко. А потом группа болидов. Шансы все еще есть. Борьба у нас завязалась здесь с Верляйном. Я очень не хочу рисковать. Я думаю, все понимают, почему. Потому что нет больше флешбеков. Лишний пидстоп и мне ни к чему. Которые могут состояться из-за какой-нибудь поломки. Поэтому ждем, наверное, прямой. Старта финиша. И там быстро на нее надо... Важно быстро на нее выйти. Из последнего поворота. Тогда мы сможем легко его обогнать. Темп у меня, конечно же, выше. Это видно. Кстати, вот здесь есть шанс тоже. Давайте попробуем. Нырнуть. По внешнему радиусу. Да, получается. Получается. За счет просто преимущества скорости напрямой. Кто-то ушел на пидстоп. Мы продолжаем свой прорыв. Уже девятое место, как я понимаю. Да, уже девятое место. Впереди уже лидеры. То есть команды, болиды. Которых помощи не уступает нашим. Чекоп Перрис перед нами. Борьба уже за седьмую строчку. Потихонечку приближаемся. Отпускаю я педаль газа. Чтобы попытаться зайти внутрь. А они все идут на пидстоп. Но мы-то продолжаем. Пидстоп. Не то. Не вовремя. Пидстоп. Пидстоп у нас через 4 круга. Что там по износу? 37 процентов. Ну нормально еще. Пока отвлекся на износ. Повредил. Ой, повредил, господи. Мимо траектории проехал, короче. Мимо трассы даже. Свободная трасса перед нами. По идее, вот сейчас нужно показывать свой темп. Мы на втором месте. Росберг только перед нами. Ну что ж. Мы выходим в лидеры этой гонки. Понятное дело временно. До своего пидстопа. Но сейчас главное безошибочно пройти оставшиеся круги. На изношенной резине. Чтобы много времени не потерять. И как бы оправдать. Лишние эти круги. Очень похоже, ребят, что этот круг станет лучшим в гонке. Смотрим. Да, самый быстрый круг. И это на изношенном харде. Харде. Конечно же. Я привык говорить харде. Я не знаю почему. Это еще пошло с тенниса. Покрытие такое, знаете. Есть у теннисных кортов. Хард. И почему-то оттуда. Что типа играю на харде. И здесь вот тоже. Еду на харде, да. Можно назвать это сленгом. Можно назвать это просто неграмотностью. Но да. Я привык говорить именно на харде. 10 секунд у нас от Хэмилтона. То есть мы отрываемся. Прошу заметить, что у Мерседесов, которые нас преследуют. Теперь тоже. Жесткий комплект резины. И... О, Наср выбыл из гонки. Неужели? Желтые флаги будут, не? Может быть, пейс-кар. Как раз нам под пидстоп. Слушайте, да. Виртуальная. Пока что виртуальная машина безопасности. Сейчас все подъедут. Я даже не знаю. Может быть, сейчас... Может быть, сейчас нам нужно... Заехать быстренько на пидстоп. Пока Пелетон собирается. Может быть, воспользоваться этой паузой? Виртуальной машиной безопасности. Вообще, мне на следующем круге как-то надо. Снести темп. Блин, ну я пытаюсь. Все снизил. А знаете, для чего мне говорят снизить темп? Для того, чтобы меня догнали. Блин, ну так-то вот сейчас несправедливо это все. Немножко не повезло. Я думаю, сейчас... Я думаю, сейчас... Реально нужно сейчас... Заезжать на пидстоп. Я пытаюсь не превышать темп, но все равно, видите... Получается, что превышаю. Виртуальная машина безопасности уходит, а мы... А мы на пидстоп. Фух. Так, ну смотрим, где мы сейчас окажемся. На каком в итоге месте. Да, пришлось немного притормозить в конце. Но я думаю, все притормозили там. Да, Хэмилтон еще больше отстал. 17 секунд. Как ни странно, да? Меня это даже удивило. О, Господи, что было сейчас с болидом? Вы это видели вообще? Очень быстрый пидстоп. 2,3 секунды. Но вроде бы, да, на один круг раньше я заехал. Чем нужно было. Пропускаем мы. Росберга и Хэмилтона, получается. Еще и Феттеля. Еще и Феттеля пропускаем, да. Ну что ж, надо теперь отыгрывать все эти позиции перед вторым нашим пидстопом. Попытаемся это сделать. Так, Феттеля прошли. Сразу же причем. Болид, разумеется, совсем по-другому чувствуется сейчас на свежей резине. И этим надо пользоваться. Потому что эти-то ребята уже несколько кругов проехали. Поэтому износ у них, конечно же, выше. Итак, Росберг и Хэмилтон. Два Мерседеса впереди. Ай, какая ошибка. Ай, какая ошибка. Феттель ей может воспользоваться, но не пользуется. Все еще позади. А вы знаете, друзья, не получается приблизиться к Росбергу? Не получается. Плюс Феттель продолжает меня прессинговать. Попали в такую непростую ситуацию, с которой надо еще будет выбраться. Чуть-чуть, хотя по одной десятке я отыгрываю у Росберга. Хотя тот уже отстал на 5 секунд от Хэмилтона. Я-то бы хотел рассчитывать на победу. 1.6 уже. Еще 4 десятых отыграли у Росберга. Потихонечку, помаленечку. Но все-таки приближаемся. Причем, как-то не странно, но приближаемся похоже на прямых. Обычно я отыгрывал у всех на поворотах. А теперь Рено просто летит на прямых. Какая у нас здесь борьба с Росбергом. Все-таки завязалась. Я немного притормозил, немного его отпустил. На этом повороте будет сложно. Его, конечно, опередить. Но зато потом будет ДРС. И прямая. Наша любимая прямая. Включаем. Слипстрим. Да, смотрите, и от Мерседеса уже улетаем. Хоть он и пытается там закрыть калиточку, ничего у него не получается. Остался только Хэмильтон, ребят. И наше лидерство станет реальным. Потихонечку, помаленечку, по десяточке, по секундочке. Отыгрываем мы у Льюиса Хэмильтона. И постепенно... Очень медленно, конечно. Хотелось бы побыстрее. Но приближаемся к лидеру. Я не знаю, что у него там по пидстопам. А когда у нас пидстоп следующий? Я вот не помню. Пидстоп! Через шесть кругов. Я понял. Значит, еще шесть кругов. Нам нужно продержаться на этой резине. Двадцать где-то пять процентов ее износ уже сейчас. Ну что ж, будем терпеть. Будем терпеть. И финальный отрезок у нас будет на софте. Как я думаю, и у всех остальных лидеров. Одна секунда и три десятых. Скоро будем уже в зоне ДРС. Для тех, кто не знает, может быть, не знаком с этим правилом. Напоминаю. Что ДРС можно включать. Активировать, да, заднее это антикрыло. Только тогда, когда отстаешь от впереди идущего болида на секунду или меньше. Кажется, сейчас мы догнали Хэмилтона. Как раз таки. И надо ждать прямых. Восемь десятых. Да, так точно. Меньше секунды отрыв. Отрыв меньше секунды. Теперь главное внимательно. Не врезаться в него. Не врезаться. Ждем, ждем, ждем. То есть самый прямой. Идеально зашли. Возможно, стоит попытаться и раньше его обогнать, но я не буду. Здесь пошире. Ничего страшного. Главное безопасность сейчас. Притормозим. Чуть-чуть пролетел поворот. Но не... Фатально. Хотя все-таки улетает он опять от меня. Секунда мне нужна хотя бы, чтобы был отрыв. И что? Нет, ДРС мне не разрешают включить. Все-таки больше секунды был отрыв именно в зоне индикации, скажем так. Ну а здесь-то он уходит на пидстоп, ребят. Не было борьбы. Ну что ж, сейчас очень важный момент. Вот эти все круги, которые нам осталось провести на жесткой резине, нам нужно пройти с максимально высоким темпом, чтобы потом вернуться после пидстопа лидерами. Радует меня то, что я продолжаю улучшать самое быстрое время на круге. Именно наши самые быстрые круги пока. В этой гонке. И также меня радует то, что Хэмильтон, переобувшись, да, на свежей резине, не отыгрывает. Не отыгрывает ничего у меня. Хотя я на изношенном харде, да, на изношенной жесткой резине. Ну что ж, и раз Хэмильтон поставил медиум, насколько я вижу, да. А, там уже фетры, кстати. Нет. Вроде был Хэмильтон третьим. То он будет до финиша. Уже на этом комплекте. И заезжать больше на пидстоп не будет. Это означает только одно. Что мне очень важно после своего пидстопа. Во-первых, выехать, конечно же, первым. И остаться в лидерах. Ну и, во-вторых, использовать преимущество свежести резины, из софта моего, на последнем участке трассы. Просто лететь. И не оставить никому шансов. Нет, я ошибался. Хэмильтон все-таки тоже на жесткой резине. Ну и тогда, тем более, он поедет до финиша. Феттель третий уже. Росберг, похоже, ушел на пидстоп. Именно поэтому там немножечко мои соперники поменялись местами. Но у меня остается проехать один круг. И потом уже сами пойдем переобуваться. И вот там будет самый важный момент. И так важно сейчас не проворонить. Не проворонить заезд на пидстоп. И будем смотреть. Отрыв вроде бы около 26 секунд у нас. Если смотреть по Хэмильтону, да? Отставание Хэмильтона. Этого, по идее, должно хватить нам. Чтобы удержать лидерство. Ну, сейчас посмотрим. Хватит ли этого? 80 км в час здесь ограничение скорости. Я смотрю на мини-карту, разумеется. Трассы. Остается-то каких-то 6 кругов. Да, опять лагает болид. Не обращаем внимания на это. Очень быстрый пидстоп очередной. Браво, механики. Браво, команда. Итак, Хэмильтон, Феттель и все остальные на жестком комплекте резины. Мы на... Мягком, на софте. Пролетаю я первый поворот. И вон он сзади, Хэмильтон. Все-таки мы успели остаться... Первыми. Отлично, успели выехать. Ну что, теперь просто безошибочно нужно завершить гонку. И победа в кармане очередная. Лучший круг гонки. Но кто бы сомневался. На мягкой-то резине. Уже почти на 5 секунд. Преследователи отстали от меня. Поэтому спокойно завершаем гонку и побеждаем. Что-то случилось с Ферстаппином. И возможно, последние два круга мы проведем под желтыми флагами. Возможно, еще что-нибудь случится. Но пока, вроде бы, дирекция гонки никак не отреагировала. Всякое там может быть. Может быть, он не... Ну, не... Аварии, может быть, и не было. Просто, может быть, сошел. Не все так удачно складывается для Рэдбула, как в реальности, да? В нашей... В нашем Гран-при Малайзии. Ферстаппин выбыл Райк... Райканина. Рикьярду я не вижу. В первой пятерке. Может быть, конечно, он пятый. А Росберг тем временем опередил Феттеля. И сейчас стремится опередить Хэмилтона. У них там борьба. А я вижу кругового. Это меня не особо радует. Но до финиша осталось проехать один круг. И гонка закончится. Поэтому надеюсь, что не успею его догнать. А там между Феттелем, Хэмилтоном и Росбергом настоящая борьба. Я был бы рад, если бы они друг друга все повыбивали. Это мне бы помогло в борьбе в общем зачете в чемпионате, да? Но, конечно, такого не случится. Тем более Феттель вроде как отстал там уже между двумя Мерседесами. Что приближено к реальности, да? Борьба. Нет, это все-таки Феттель. Хэмилтон и Феттель. Росберг вылетел, что ли? Он же был третьим и прессинговал Хэмилтона. Странно у них там что-то происходит. Я больше уже обращаю внимание на борьбу позади меня, чем на трассу. Потому что, ну, мне помогли, друзья, знания этой трассы. Я уже говорил, что более или менее с Малайзией я знаком. И получилось прямо по ходу гонки привыкнуть к ней сухой. И показать результат. Да, показать результат. Сложность я повышать не буду. Еще раз повторюсь для тех, кто наверняка напишет в комментариях. Играю я редко в Формулу-1. И поэтому повышать сложность не имеет никакого смысла. Считаю, что эта сложность оптимальна сейчас для меня. Если будет второй сезон, то тогда повысим, конечно, до мастера, который... Сложность, которая появилась недавно с новым патчем. Ну что ж, друзья, нам остается пройти последний поворот. И будем выходить уже на финишную прямую. Два флэшбека пришлось использовать, да. Два флэшбека без них никуда. Все-таки отменять это правило я не буду. А то будет настоящий хардкор. Но это все было в начале гонки. Потом все пошло как по маслу. Правильная выбрана тактика. Аккуратное вождение. Быстрые круги. Все это помогло нам победить сегодня. По-моему, другие, да, ребята уже? Нарисовали, да, других механиков. Мне кажется, вроде другие были, нет? Надо будет пересмотреть серии предыдущие. Или, мне кажется... Или все равно все те же. Кто знает, что еще привнесли с этим патчем в игру разработчики. Ну а у нас очередное первое место. Интересно сейчас будет посмотреть позицию в чемпионате. Как там все изменилось. Мы были на третьем месте. Кими Райканен финишировал пятым. Да, второй Хэмилтон, третий Феттель все-таки. Росберг не смог побороться за пьедестал. Точнее, он боролся, но не смог оказаться там. И очередной трофей. Ну что ж. Да, у всех было два пидстопа. Хорошо, что я не пошел на тактику с тремя. У Рикьярда было три. Посмотрите, как он низко. Как и Ботос. То есть, эта тактика не сработала. И Баттон тоже. У Настра вообще был один, но он сошел просто раньше времени. Поэтому и был один пидстоп. Лучшее время круга на полторы секунды быстрее, чем у Хэмилтона. Аналогичное время. Интересно. Так, ну, немного отыграли у Феттеля и Хэмилтона. Но, видите, они были вторым-третьим, поэтому. 51 очко теперь остается отрыв. И 30 до Хэмилтона. 51 до Феттеля. Жалко, что они не сошли, допустим. Был бы шанс зацепиться, да, за двойку лидеров. Но в тройке тоже быть хорошо. А в Кубке Конструкторов? Да, Рено выходит на третье место. А мы обогнали Рэдбулл. Фантастика какая-то, сумасшествие. Реально, мы обошли Рэдбулл. А, интересно. А, ну, уже не посмотреть, да, каким финишировал наш партнер по команде Кевин Магнусен. Итак, мы заработали 132 ресурса. Очень, очень неплохо. 219 ресурсов, но мало, конечно. Если мы так за гонку будем зарабатывать, мы только одно улучшение до конца нашего сезона успеем еще исследовать. Такие вот дела. Да, бонус первого пилота. Нет, еще ресурсы нам добавляют. Все-таки 286. И разгром. Разгром Росберга. Мне кажется, каждый из секторов у меня был быстрее. Да, так и есть. Даже первый. Хотя нет, не даже первый. Даже третий. Там минимальное преимущество. Ну, еще три победы над ним у меня осталось, чтобы окончательно в соперничестве вынести немца. Да, тут все тоже хорошо. Десяточка остается. Ну что ж, друзья. Гран-при Малайзии завершено. Впереди у нас Япония. Насколько я помню. И ждите серию в субботу уже в эту. Но потом, как я и говорил, серии будут выходить параллельно с реальными гран-при. Спасибо всем за просмотр. Не забывайте про лайки и комментарии. Всем пока.